Девушки отдыхают Здравствуйте, Елена Шипицына, арт-директор галереи современного искусства. Здравствуйте, Елена. Пинап красиво, весело, мило, пикантно, но, честно говоря, не поворачивается язык назвать это искусством. Ну, напрасно, на самом деле, потому что, ну, во-первых, это жанр, направление, в котором работали замечательные профессионалы. Я могу сказать, что пинап родился благодаря виртуозным рисовальщикам, которые были привлечены к этому общественно полезному делу, вдохновлять людей, живущих в сложное время неустойчивого мира, вдохновлять на позитивный, на такой человеческий строй взаимодействия с миром, позитивный настрой. И, на самом деле, вы знаете, искусство, на мой взгляд, искусство, рождаясь на двух полисах, в элитарном слое общества и в слое массовом, оно встречается через определенный период времени, встречается в области востребованного массового искусства. Вы знаете, когда художественное направление становится стилем, а мы сейчас говорим как раз об этом, пинап – это такое направление, которое стало стилем, которое очень повлияло на другие виды искусства, мы здесь не вправе ему отказывать приобщенности к миру искусства. Вот я думаю, что моя коллега меня в этом поддержит. Да, дополняю ваши слова, хочется сказать в целом об идее создания выставочного проекта. Принято считать, что кронологически расцвет этого стиля пришелся на 40-е годы, на время Второй мировой войны. Но на самом деле границы этого явления гораздо шире. И наша выставка – это не просто подборка милых, пикантных портретов девушек в обложке. Это настоящее путешествие во времени. И здесь идет речь и об эпохе джаза, ревущей в 20-х. Здесь и золотой век Голливуда, изображения голливудских див, роскошных, недоступных, вдохновлявших, интриговавших. Здесь и годы Второй мировой войны, когда эти картинки становились настоящими талисманами американских слоев. Давайте начнем с самого начала. Откуда, с какого года взял свое начало пинап? С чего вообще все появилось? Появилось все на самом деле задолго до обеих мировых войн, конец XIX века. Издательский бум в Соединенных Штатах Америки. И главная находка редактора в той поры, что лучше всего продаются иллюстрированные издания. И один из художников, звали его Чарльз Дана Гибсон, создал, по сути, первую пинап икону. Тот самый универсальный образ девушки Гибсона, который волновал миллион простых зрителей. Это должна была быть эротическая картинка? Это должна была быть интрига. Или хотя бы с намеком? Естественно, в начале XX века в ней не было эротизма в нашем современном понимании. Тем не менее, была интрига, была какая-то игра взаимодействия полов. Была невероятная популярность. Этой девушке, естественно, вдохновляла мужчин. Ей стремились подражать женщины. Были конкурсы, кто больше похож на девушку Гибсона. Дамы затягивали по ту же корсету, взбивали локоны. Это была выдуманная девушка. Реального прототипа не было. Это была выдуманная героиня. Были модели, которые позировали художнику, их имена известны. Но в целом это был именно тот самый обобщенный образ, который нашел свой отклик в сердцах простых граждан. Что самое интересное вообще в этом направлении, это едва ли не единственное направление в искусстве Запада, которое вошло в нашу жизнь ни с музейных стен, ни с собраний частных коллекционеров. Оно сразу завоевало любовь простой публике. Причем со страниц обыденных печаток. Вы знаете, я хочу сказать, что рубеж 19-20 века – это бум журнальной графики. И вообще журналы начинают издаваться. Не было тогда художников-иллюстраторов, как вы понимаете. Серьезные художники занимались оформлением журналов. Можно тут вспомнить модерн, который развивал как раз образ немножко миститизированной женщины-вамп, с одной стороны, или наоборот женщины-ангела. И вот там уже появляется такой идеализированный образ женщины, который сочетает в себе некую недосягаемость и одновременно чувственность манящую. И вот там можно Альфонса Муха вспомнить, довольно чувственные его героини. И это все к тому, что в искусстве все взаимосвязано. Время порождает вот этот спрос, может быть, да? Да, так и есть. Во-первых, на очень популярный вид чтения, журнал. Журнал – это не книга. Это то, что можно взять с собой в дорогу и читать, сидя на скамейке на бульваре. И в то же время это то, что близко тебе, что понятно тебе, что по-человечески близко каждому. Не потому ли пинап настолько популярен был тогда и настолько популярен сейчас, потому что вот он спустился из потребностей, с низов? Так и есть. И, кстати, расцвет пинапа, который начался, наверное, в 30-е годы, у него были вполне определенные предпосылки. Если мы вспомним небольшую историческую справку, 30-е годы – это время Великой Американской депрессии. И, естественно, в условиях тягот, лишений простым гражданам требуются золотые сны, мечты о беспечной, спокойной и радостной жизни. Что было главным поставщиком грез в это время? Ну, конечно, Голливуд. Прекрасные недоступные дивы. На экране царствовали Грета Гарбо, Марлен Дитрих. Но как раз в 30-е годы произошла следующая история. Появился производственный кодекс, который установил очень строгую цензуру, в сфере именно кинопроизводства. Под запрет попали долгие поцелуи, долгие объятия. Долгие означало дольше трех секунд. Под запрет попали внебрачные отношения, любые изображения любых отношений, которые склоняли симпатии на сторону грешников, как считалось в то время. И именно это время ознаменовалось бумом печатной журнальной графики. И пинап-художники нашли ту самую грань, вот этот тонкий момент – дразнить, интриговать, но не показывать. Поэтому формально все изображения оставались в рамках приличия, юбки были достаточно длинными, лифт платья подчеркивал, но не обнажал формы. Он настолько подчеркивал, что как будто обнажал. Тем не менее, формально все это вполне укладывалось в рамки официальной цензуры. И во времена войны руководство, в том числе президент Америки, расскажите, пожалуйста, об этой интересной истории, нашли пинапу очень серьезное и действенное применение. Ну, вдохновляющий образ был необходим. Во-первых, он и на экране существовал. Это женственное, чувственное, но верное, которая тебя ждет. Девушка, которая тебя ждет. Девушка, которая тебя ждет. Да, причем девушка, которой как будто бы не коснулась война. То есть она тебя ждет, она остается все такой же привлекательной, такой же юной. Все страшное происходит здесь с тобой только в окопе, но есть надежда, что... И что, специально распечатывали пачки этих постеров, фотографий, рассылали солдатам? Существовала даже открытка, ведь военная открытка, на которой изображались девушки. Девушки в пилотках, девушки в виде сестер милосердия и прочее. То есть вот этот образ, он как ангел-хранитель должен был тебя хранить, напоминать о мирной жизни, которая тебя ждет. И это, безусловно, вдохновляющий такой момент был, необходимый просто. Ведь в это время, по-моему, в это время рождаются диснеевские тоже фильмы, где тоже милашки, рисованные милашки, веселые, неунывающие. Но это Первая мировая война, когда необходимо было вдохновлять на подвиги, поднимать боевой дух. Во время Второй мировой войны там еще несколько функций приписывала спина, по-настоящему, насколько я знаю. Ну, это достаточно спорный момент. Мне кажется, что главным оставался все-таки именно патриотический настрой и напоминание о том, ради чего, собственно, и стоит вести эти боевые действия, и что дома тебя всегда ждет вот милая, прекрасная спутница и беззаботная, обеспеченная жизнь. Ну, я знаю даже, что президент Вильсен в свое время написал, что для сохранения гетеросексуальности наших бойцов давайте-ка им побольше показывать красивых девушек. Ну, возможно, вообще, честно говоря, вот это... Ну, не будем говорить, употреблять слово эксплуатация образа, да, но вот, скажем так, жизненная необходимость вот такой какой-то иконы, да, женского образа, она была необходима. И любопытно, что солдаты своих неидеальных девушек, они невольно синтезировались с этими идеальными, и это, безусловно, была задача вот вдохновления такого. Каждый думал, что его девушка вот она чем-то похожа на вот эту игривую, доступную, казалось бы, в то же время одновременно невинную, целомудренную. И вот этот вот, в этом-то самая большая интрига, то, что чувственность может быть целомудренной, не распущенной, не... Безотрицательного вот этого этического качества. И выясняется, что это очень человеческое чувство такое, присущее каждому вообще-то вот из нас. Но недосказанность всегда вдохновляла больше, чем полная открытость. Как в России отнеслись к пенапу, когда он только начал появляться? Потому что мне очень сложно представить замученную российскую женщину. Мужчина, я понимаю, им все нравилось, да, которым показывают вот такую вертихвостку, да, и они вроде как должны на нее равняться? Ну, на самом деле, в советское время стиль этот у нас был не особо известен, поскольку совершенно другая идеология. И во главе угла всегда стояли ценности коллективные, а не индивидуальные. Поэтому вот пенап его традиционной формы у нас, я думаю, и не мог появиться в то время. Вот, хотя были свои типажи. 30-е годы это пропаганда спортивного образа жизни, это образы спортсменок. А что касается непосредственно пенап-открыток, то, наверное, это фотографии советских актрис. Вот, Львов Орлова, Валентина Серова. Абсолютно согласна. Но что касается образа спортсменок, он был тиражирован, и тоже были известны модели, известные художники, которые придавали им определенный эротизм. Я бы сказала, даже подчеркивали вот эту эротическую составляющую. То есть Самохвалов, Дайнека изображали чрезвычайно чувственных и в то же время, казалось бы, лишенных индивидуальных черт. Они тоже нашли ту границу, чтобы оставить в рамках идеологии наших спортсменок? Про кого вы говорите? Нет, они изображали тип такой спортсменки. И надо сказать, что часто артистки совмещали в себе этот тип. С одной стороны, женственный, с другой стороны, спортивный, сильный и мягкий. Да, и это был, если хотите, была своя икуна стиля, которая тоже изображалась на журнальных обложках, образы таких актрис тиражировались в фотографиях. И также они сопровождали человека в его жизни повседневной, и коллекционирование таких образов тоже было очень популярным. Быть пинап-моделью престижно? Я думаю, что отношение к этой теме в то время было таким же двойственным, как и сейчас. Потому что, с одной стороны, это известность, слава, востребованность. Это достаток, само собой. С другой стороны, легкий флер легкомыслия за этой профессией, я думаю, все-таки оставалось. И всегда останется, наверное? Наверняка. Хотя пинап-моделью были совершенно разные девушки. Как раз в 40-е годы начал эксплуатироваться типаж девушки из соседнего дома. Это устойчивое выражение «Girl next door», девушка из «Соседней двери». И один из художников, Джилл Элгрен, как раз вот у нас, одна из его работ находится сейчас в студии. Он возвел эту идею практически в абсолют, поскольку одной из его излюбленных моделей была действительно дочка его соседей. Но, тем не менее, позировали и достаточно известные модели. Позировали голливудские актрисы в 30-е годы. Да, практически все известные имена в 30-е годы. И Марлен Дитрих, Ава Гарнер. В 40-е годы были свои кумиры. Например, Бетти Грейбл, известная голливудская блондинка, с прозвищем «ножки на миллион». По слухам, ее ножки действительно были застрахованы на круглую сумму. И она сама говорила, что у моего успеха есть две причины, и я стою на обеих. Вторая работа тоже находится у нас в студии. Моделью для нее послужила Мерлин Монро. Точнее, Норма Джин Бейкер. Вот та еще Мерлин Монро, которую еще никто не знал, как Мерлин Монро. Совершенно верно. Это время, когда она была еще юной голливудской старлеткой. Она была дружна с одним из пинап-художников, Эрлом Мороном. И стала героиней множества фотоснимков, множества графических работ. И вот для этой работы она пристала в образе испанской девушки. Вот такая еще милая, невинная, не тот утонченный гламур, к которому мы привыкли. Основные, скажем так, показатели того, что фотография, постер, работа, вот это пинап. Что на это должно указывать? Изначально какая-то казусная ситуация. Сюжеты могли быть совершенно разные, но классический пинап, конечно, это девушки, которые попадают невзначай в неловкие ситуации. Джилл Элгрен как раз был невероятно изобретатель на всевозможные сюжеты. Это неудачные кулинарные эксперименты. Это машина, которая случайно окатывает водой. Это ветерок, который снимает... А вот эта история известная с Мерлин Монро, где ей воздухом подняло платье, это тоже пинап-сюжет? Это сцена из фильма «Зу» седьмого года, и да, это как раз тот самый... Спровоцированная, да. Да, но это как раз тот самый образ, который активно эксплуатировался. Знаете, что вижу? Мне кажется, что тут вот поработал хороший фотошопщик. Такое ощущение, что преувеличено и ножки удлинены, и грудь пышная. Нет, ну, фотошопа тогда не было. Ну, конечно, не было. А художники такую задачу ставили, насколько я понимаю, потому что вот эта вот гипертрофия женственности, как бы преувеличение женственности, в этом, собственно, и было обаяние этого стиля. При том, что были модели, но, безусловно, модели служили только таким импульсом для образа. А задача художника была создать вот некий такой идеализированный образ, который желанен, но он не обыден, он не повседневен. Поэтому, конечно, конечно, здесь и то, что с мужской точки зрения считается эротическим, как сказать, ну, чертой эротической. Конечно, это длинные ноги, это преувеличенный бюст, там тонкая талия. В основном художники мужчины? В основном, да. Кажется, естественно, что стиль цитовался мужчинами, для мужчин именно их интриговал, и, собственно, весь образ краился по меркам именно мужских фантазий. Но в любой традиции есть свои исключения, и в нашей выставке, собственно, которая на сегодня повод для разговора, есть целый раздел, посвященный женщинам-художницам. Были несколько прекрасных дам, которые сами были удивительно милые, женственные. Кстати, все они дожили до преклонного возраста. Я встречала интервью, которое они давали уже в возрасте 80-90 лет, и были полны энергии, какого-то оптимистичного, позитивного взгляда на жизнь. Они также создавали работы в этом стиле. И есть мнение, что женский взгляд на пинап, он более реалистичный и менее откровенный, поскольку девушки не стремились как раз-таки кукольно искажать лица, удлинять ноги, показывали более естественную знакомую. Да, более естественную. Ну, коли уж мы с вами договорились до того, что пинап – это все-таки искусство, любое искусство должно на что-то вдохновлять. На что должен вдохновить пинап? Ну, если говорить о нашей выставке, которая открывается завтра, вот с каким настроением должны выйти оттуда женщины и мужчины? С праздничным, наверное, легким и оптимистичным. Ну, вообще, вы знаете, пинап действительно наполняет жизнь естественными чувствами. И, на мой взгляд, это всегда лучше, чем ложный пафос. И пинап в этом отношении искусство очень близко к человеку, потому что оно выводит на авансцену естественные человеческие чувства. Делает их ценными, я бы так сказала, потому что вот эти образы, они по-человечески понятны каждому. Они не вульгарны, прежде всего, о чем мы говорили, но они эмоционально открыты. И я думаю, что вот такое направление, если оно не вульгарное, если оно не пошло, оно помогает человеку, как раз гуманизирует его жизнь, какой бы сложной она ни была. Это радостные переживания, это даже легкое отношение к жизни, оно тоже вносит свою позитивную такую нотку. И, мне кажется, мы сейчас очень в этом нуждаемся. Вот сейчас стиль пинапа используют и паразитируют на нем все, и фотографы, и модельеры, и сами модели. Почему вот сейчас он так популярен? Ну, вы знаете, то, что делается сейчас, вот как нельзя в реку войти дважды, так и вот нельзя эксплуатировать стиль многократно. Мне кажется, сейчас, обращаясь к пинапу, используют внешний антураж, да, и уходит искренность модели. Вот исходит естественное вот это чувство, чем был мил стиль пинап. Сейчас очень много такого холодного позирования и несколько бутафорского такого варианта. Но, вероятно, мы живем в такое время, когда людям хочется простых человеческих чувств. Вот я объясняю популярность этого стиля, обращение к нему повторно этим. Сейчас человек тянется к комфорту семейного быта, получает особую ценность его личная жизнь. И тут пинап, конечно, человек очень интересен. Откуда вообще взялось это сочетание букв? Что оно означает? Само слово пинап, английский глагол, обозначающий прикалывать или пришпиливать. Это, собственно, истоки этого стиля, картинки, которые вырезались из календарей, из журналов. И все эти предметы составили как раз основу нашей выставки. Вырезались из печатных изданий и пришпиливались к стенам домов, кабинам грузовиков. Этими изображениями украшались броня танков, фюзеляжи самолетов. Есть такая статистика, я не знаю, насколько она серьезная, что самолеты с изображениями полуобнаженных девушек взбивали реже, чем неукрашенные самолеты. Поскольку, ну, негоже стрелять и взбивать. Есть такое мнение. Имеет ли смысл говорить о подлинности тех выставочных экземпляров, что вы привезли? Безусловно. Вот пинап это вообще, да. Нет, вы понимаете, мы ведь сейчас говорим о вещах, которые чрезвычайно редки уже. То есть, вообще, особенность нашего сотрудничества с нашими петербургскими коллегами в том, что мы в каждом проекте показываем довольно уникальные вещи, печатные графики. Кому они все принадлежат? Это из частных коллекций? Это из частных коллекций. Люди собирали. Некоторые хранят подшивки этих журналов. Появились коллекционеры, по-моему, в 50-е годы. Да. Уже, собственно, когда этот стиль еще был в ходу. Да. Когда он уже устоялся как стиль, появились коллекционеры, и так стали формироваться первые коллекции. Поскольку тиражи этих журналов уже не возобновлялись, то эти журналы становятся исторической, эстетической редкостью. И в данном случае, вот на две трети, наверное, нашей экспозиции, если не больше, даже больше, состоит из вещей исторических, которые приобретают уже, безусловно, статус произведения искусства, потому что они нам передают эстетику времени. Они рассматриваются нами как оригинал того самого тиража первого, когда этот журнал выходил. И можно говорить об авторском стиле. Да, так и есть. Да, потому что эти журналы воспроизводили, собственно, по оригиналу, по эскизу, воспроизводили авторский стиль. В более позднее время, ну вот Рината, наверное, здесь подробнее расскажет, но в более позднее время происходило уже перефотографирование, вероятно, обложек журнала, да, возобновление. Ну, не совсем, на самом деле, да. Те, кто создавал оригинальные какие-то произведения, были востребованы на протяжении многих десятилетий. Но у нас коллекция действительно необычная, в ней есть очень редкие экспонаты. Один из самых занятных – это подборка журналов «Космополитен» начала 30-х годов. Вот. Много любопытных деталей в нашей выставке, в частности о том, что многие бренды, которые знакомы нам в настоящий момент, они, оказывается, живут уже почти сотню лет. Возвращаясь в историю, что случилось тогда в 50-е, 60-е, что «Пинап» вдруг резко перестал быть популярным? Случилась, собственно, сексуальная эволюция 60-х годов. Вот. Появилась та самая пресыщенность, доступность, откровенность. Журнал «Плейбой» тогда же появился. Журнал «Плейбой» начало создаваться в 50-е годы, и в нашей экспозиции есть работы, есть листы из этого журнала 60-х годов. И, кстати, что удивительно, вырос он тоже из стиля «Пинап», поскольку основатель журнала «Плейбой» Хью Хефнер работал в журнале «Эсквайр», который был главным проводником этого стиля все предыдущие десятилетия. И многие находки журнала «Эсквайр» были проведены дальше. И многие художники, ну, не многие, наверное, некоторые художники, вот как раз следуя новой моде, попытались как-то модернизировать свой стиль, перешли к обнаженной натуре. Вернули это «Пинапу» былую славу – спорный вопрос. Скорее, все-таки, какие-то «Пинап-красотки» утратили свое очарование, поскольку недосказанность интригует. А вот откровенность, открытость, она уже не оставляет простора воображению. Вот мы с вами оперируем словосочетанием «стиль пинап», «стиль пинап». Что входит в понятие «стиль пинап», кроме как фотографий, постеров и обложек красивых, веселых девушек, пикантных? Ну, мне кажется, вот признаки стиля, вот в этой действительно небольшой интриги, когда присутствует смущение и одновременно манящая поведенческая и внешняя какая-то такая стилистика. Подчеркнутая женственность в прическе, в манере вести себя в одежде, а это значит вот эти заожженные талии, широкие юбки, чуть обнаженные плечи и в окон к локону такая прическа. Да, 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 такие грибы уложенные волосы, стрелки. Да, которые подчеркивают длинную шею, предположим, да. И, кстати, ножка на каблучке – это вот как раз тот самый стиль. Знаете, вот вы сейчас говорите, а я очень боюсь, что веяние современного времени приведут к тому, что в пинапе появятся мужчины, вот эти недомужчины. Может быть такое или нет? Мне кажется, это будет уже совсем другая история. И она будет уже не про пинап, не про эту невинность и чувственность. Она про другую. Да, она уже совсем другая. Она скорее про присыщенность какую-то, вот когда-то, да. Естественность, мне кажется, самое главное, что существует в пинапе – естественность чувств. Всё, что отлично от естественности, это уже не совсем пинап. Это вот есть некая такая имитация. Мы сейчас пользуемся пинап-иконами, пинап-образами и пинап-работами только тех художников из прошлого века? Или есть современные модели, которые эксплуатируют этот образ и современные художники? Нам привезли очень интересные экспонаты. Вот, Ренат, я попрошу сейчас об этом рассказать. Это для нас было открытие, что сейчас существует как бы… Есть современные продолжатели этого стиля. Ну, опять же, в силу закономерности этого интереса к ретро-квинтажной тематике. В нашем собрании есть работы одной американской художницы, Оливии де Берер-Денис. Она также сотрудничала с журналом «Плейбой», создавала работу на какую-то откровенную, эротическую тему. Но в целом критики спорят о том, насколько следует продолжать именно в графике это направление. Поскольку в основном современные художники либо безостенчиво копируют композиции мастеров золотого века, либо их работы перенасыщены той самой откровенностью, которая здесь является излишней. Ничего нового мы уже не создадим, вы считаете? Я думаю, что нет. Я думаю, что какое-то время будет еще сильна именно эксплуатация этого стиля. Потребность в нем пока еще есть. Но какое-то новое веяние… Ну, оно должно быть действительно совершенно уже кардинально новое. А из современных моделей, ну вот Дита Фунтис, она очень любит этот образ. Мне кажется, она и умрёт в этом образе. Ну, может быть, мы скорее говорим об имитации. Имитации этого стиля. Мне кажется, вот он был… Не случайно мы так много говорим о настроениях времени. Он был рожден временем, настроениями, которые, что называется, в воздухе. И действительно искренней тягой людей к какой-то легкой жизни. Хотя бы вот в этих грезах. Поэтому потребности человека меняются. И я думаю, что сейчас самое главное, что из нашего общества уходит вот эта вот естественность человеческих чувств. Мы меняемся, мы внутренне меняемся. Сколько экспонатов у нас? Мене наивны. Ну, насколько я знаю, у нас 90 листов. Да, у нас 90 экспонатов, чуть больше самих листов, поскольку некоторые работы – это коллажи. Как я уже сказала, коллаж из номеров журнала «Космополитен» или коллажи из календарных страниц 50-х годов. Есть журнальные страницы, те самые, которые вместе с почтой отправлялись на фронты Второй мировой. Есть и самые старые экспонаты. Это как раз рисунки Чарльза Гибсона, о котором мы рассказывали в самом начале. Они датируются 1907 годом. Вот это бабушка стиля пинап, можно так ее назвать. Мне в этих работах больше всего нравится остроумие. Потому что почти в каждой работе есть вот эта игра юмора и серьеза. Вот это, мне кажется, очень важный такой момент, который говорит о тонкости подхода к этой теме. Сейчас я подумала, что своеобразный такой пинап у японцев существует, этих эротических манжах. Это уже совсем, как сказала Рината, другая история. Это совсем другая история. Я просто к вопросу о том, может ли стиль дальше жить у японцев, там у них своя история, эротическая гравюра. И когда есть основа какая-то культурная, то тогда рождается какой-то удивительный феномен такой, уже немножко с другим акцентом. Друзья мои, все на выставку пинап «Девушка с обложки» открывается завтра в нашей галерее современного искусства, продлится... В течение всего лета. В течение всего лета. А мы с вами прощаемся, дорогие друзья, за естественность. Продолжение следует...